анализируя ваши многочисленные комментарии которые вы оставляете к моим видео я прихожу к выводу что вы все-таки так и не можете найти консенсус с вашим работодателем связанный с вашим безусловным правом на отказ от вакцинации против новой коронавирусной инфекции вы заявили письменный отказ от вакцинации но работодатель его не принимает вы отправили ему по почте с заказным письмом с уведомлением или телеграммой отказ от вакцинации и он получил его но он его игнорирует вы все равно будете уволены без какого-либо отстранения если не вакцинируетесь заявляет ваш работодатель я не госконтора и никакой соцпакет я вам не обещал в итоге вам крайне дискомфортно противиться ультиматуму вашего работодателя поскольку в силу загруженного ритма жизни взваливает на себя дополнительный груз виде открытого противостояния вашему работодателю у вас нет сил вы не хотите тревожить ваш морально психологический климат вы не можете сказать ему нет и в итоге принимаете навязанное извне решения вакцинироваться или уволиться по собственному желанию либо вы нашли в себе силы противиться вашему работодателю вы написали заявление об отказ от вакцинации вы отказались написать заявление об увольнении по собственному желанию а он заявляет вам я все равно уволю тебя но уже по статье и он увольняет вас вынося об этом соответствующий приказ как быть если вы попали в такую ситуацию как и куда правильно жаловаться как правильно выбрать способ защиты нарушенного права в случае незаконного увольнения в какой суд подавать иск и какие правильные требования следует не указать вот об этом мы и поговорим в данном видео безусловно я понимаю вашего работодателя государство прижало его со всех сторон ему грозят штрафы или приостановление коммерческой деятельности за необеспечение проведения профилактической вакцинации своих работников работодатель не хочет рисковать своим предприятием своим коллективом он нервничает из-за этого поэтому и давит на вас но лишать вас безусловного права на отказ от вакцинации это абсолютно недопустимо и так разбираем ситуацию номер один при приеме на работу работодатель принял с вас сразу два заявления заявление о принятии на работу и заявление об увольнении как быть в этой ситуации довольно часто и ловкой работодателя при приеме это именно взятия с вас сразу два заявления первое заявление это заявление о приеме на работу а второе заявление это заявление об увольнении причем последнее заявление без даты чтобы уволить вас по якобы вашему собственному желанию работодателю не требуется ваше заявление. Ему нужно лишь вписать в заявление, которое вы когда-то написали, дату, и вам смело на руки выдается трудовая книжка. Если данная ситуация про вас, знайте, действующая процедура увольнения не предусматривает увольнение день в день. Согласно Трудовому кодексу, вы обязаны представить работодателю письменное уведомление о предстоящем увольнении в срок не позднее 14 суток с даты, когда вы фактически собираетесь уволиться с работы. И в соответствии с нормами того же самого Трудового кодекса, в тот момент, когда вы уведомили вашего работодателя о вашем предстоящем увольнении в срок через 14 дней, вы имеете право в любой момент данное заявление об увольнении по собственному желанию отозвать. Делается это просто. Возьмите обычный лист бумаги формата А4 и напишите заявление. В шапке укажите вашего работодателя. Напишите от кого заявление, ваше фамилия, имя, отчество. Наименуйте заявление, а основным текстом вы указываете лишь один абзац. Настоящим отзываю ранее поданные заявления об увольнении по собственному желанию. Проставьте дату и подпись на указанном заявлении. Сложной задачей остается вручить данное заявление вашему работодателю. Я полагаю, что вашу юридическую просвещенность и активную гражданскую позицию работодатель может воспринять как вашу наглость и он не захочет принимать данное заявление и тем более выдавать вам копию данного заявления собственной отметкой о принятии. В этом случае вам необходимо направить данное заявление вашему работодателю по почте с заказным письмом с уведомлением. Если у вашего работодателя несколько адресов, ну например, юридический, почтовый и фактический, отправьте данные заявления по всем имеющимся адресам. Не лишним будет отправить и телеграмму на имя вашего работодателя с таким же текстом. И обязательно храните у себя на руках квитанции об отправке как заказного письма с уведомлением в виде отправки вашего заявления вашему работодателю, так и квитанцию об отправке телеграмм. Также будет не лишним хранить и копию текста, который вы направили вашему работодателю. Ваш работодатель обязательно получит данные документы и, я думаю, его ответ не заставит себя долго ждать. Этим действием вы направите правоотношения в законное русло. Если же ваш работодатель не принимает положение действующего трудового кодекса и заявляет вам о том, что он не нуждается в вашей двухнедельной отработке и по ранее написанному вами заявлению увольняет вас день в день, в этом случае вам необходимо обратиться с жалобой в прокуратуру и в государственную инспекцию труда, в которой подробно расписать возникшую ситуацию, указать о том, что при приеме на работу работодатель сразу принял с вас заявление об увольнении. Сейчас он вам предъявил это заявление, проставил на нем собственную дату и уволил вас по нему. Он не дал вам законного права на двухнедельную отработку. Вы при этом попытались отозвать ранее поданное заявление, а он не предоставил вам такую возможность. Прокуратура и государственная инспекция труда могут вам и не ответить, но у вас на руках останется весомое доказательство, подтверждающее ваши истинные правоотношения, которые имеют место быть сейчас между вами и вашим работодателем. И у вас появляется весомая возможность в этом случае выиграть иск о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Ситуация 2. Работодатель давит на вас морально и заставляет уволиться по собственному желанию в связи с отказом от вакцинации. Если вы попали в такую ситуацию, вам требуется собраться с духом. Возможно объединиться с коллегами по работе, которые попали в такую же ситуацию, и вы сможете морально поддерживать друг друга, собраться с духом, не писать заявление об увольнении по собственному желанию. Потому что в другом виде помощи, как морально-психологическом, вы не нуждаетесь. Вы должны понимать, что если вы сами не напишете заявление об увольнении по собственному желанию, никто ни под каким дулом пистолета не заставит вас написать заявление об увольнении по собственному желанию. Это будет только ваше решение, если вы это сделаете. Тем не менее, выбор нелегок. Когда ваш работодатель несколько раз в день подрывает ваш морально-психологический климат, кричит на вас, давит на вас, у вас невольно возникают мысли и идеи. А стоит ли ваше рабочее место нервов и здоровья? А нужно ли вам такое место работы? Но если вдруг вы приняли решение о том, что ваше рабочее место стоит потраченных нервов и собственного здоровья, то на помощь вам придет жалоба на незаконные действия вашего работодателя в местную районную прокуратуру и государственную инспекцию труда. Опять же, данная организация может вам и не ответит. Но сам по себе факт составления и подача жалоб в данной организации на незаконные действия вашего работодателя охладят его пыл, снимут с него спесь и обернут ситуацию в законное правовое русло. Ситуация третья. Работодатель издал указ о вашем увольнении в связи с отказом от вакцинации. Если вы вдруг попали в такую ситуацию, то для начала вам нужно знать положение действующего трудового законодательства, касаемое увольнения. В силу положения статьи 81 Трудового кодекса РФ, расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается по любому из оснований, указанных в данной статье 81 Трудового кодекса. Но вы должны понимать, что статья 81 Трудового кодекса не предусматривает ваше увольнение по инициативе работодателя без вашего согласия за отказ от вакцинации. Перечень оснований, по которым вас можно уволить, предусмотрена статьей 81, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Такого основания, как прекращение или расторжение трудового договора по инициативе работодателя за отказ от вакцинации действующим Трудовым кодексом не предусмотрено. Если работодатель вас фактически уволил за отказ от вакцинации, то вам необходимо совершать следующий алгоритм действий. Первое. Потребуйте выдать на руки приказ об вашем увольнении. Данный приказ должен содержать дату, с которой вас уволили, а также основания, по которым работодатель вас уволил. Второе. Обратитесь в районный суд по месту вашего жительства с иском. О признании приказа увольнения незаконным, восстановлении вас на работе в соответствующей должности, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Обратите внимание, чтобы не упустить срок предъявления в суд иска о восстановлении на работе, данный иск нужно подать в срок не позднее месяца с момента, когда вас фактически уволили с работы. Оплачивать государственную пошлину при подаче иска в суд не нужно. Перед подготовкой и подачей искового заявления внимательно прочтите статью 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса, чтобы понимать структуру составления искового заявления, какие документы к нему нужно прилагать, ничего не пропустить, чтобы суд не вернул вам ваше исковое заявление, не оставил его без движения и не отказал в принятии. Право на отказ от вакцинации является безусловным. Если вы желаете реализовать свое право на отказ от вакцинации, помните, таких как вы сотни и тысячи. Всех не уволить, всех не отстранить. Ведь кто-то же должен исполнять свои трудовые функции и осуществлять трудовую деятельность. Ну а если вам требуется морально-психологическая поддержка, совет, как правильно составить тот или иной документ, или помощь в суде, вы всегда можете обратиться ко мне за профессиональной адвокатской помощью. Если вам понравилась данная статья, поставьте мне лайк. Если вы считаете, что в ней указаны очень актуальные сведения, перешлите данное видео своим знакомым, друзьям и коллегам. Ну и конечно же, если вы не хотите упустить что-то в условии пандемии, подписывайтесь на мой канал. Удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok